Добрый день, дорогие друзья! Шаббат шалом! У нас очень необычный шаббат. Девятая ава. Самый тяжелый день в году. Но, так как девятая ава у нас в этом году в субботу, то пост переносится на Емрешон на следующий день. Мы с вами знаем, что это за день. Это день, когда нас разведчики напугали, объяснили про нашу землю, какую они высмотрели. И плакал народ в этот день напрасно. Всевышний сказал, вы будете плакать в этот день не напрасно. И это день девятая ава. Самый тяжелый день, который у нас случался. Мы знаем, что и первый храм, и второй храм, были уничтожены именно в день девятая ава. В разницу 490 лет. И много событий. В 1290 году нас узнали из Испании. И в 1492 году нас из Испании. А 1290 из Англии. И много других страшных событий происходило в этот день. Мы не будем сейчас углубляться сильно. Но очень тяжелый день. Что нам надо делать? В первую очередь нам надо жить по Торе. Учить Тору. И стараться выполнять в Западе. Всевышний сказал, не выполнишь Западе, убью. Он пишет, старайтесь соблюдать Западе Мои. Чем больше, тем лучше. Мы должны не останавливаться, идти вперед. Это как велосипед. Пока ты поднимаешь, едешь вперед, ты поднимаешься. Если ты останавливаешься, ты падаешь. И назад скатываться нельзя. Все время нам стараться идти вперед. В общем, мы продолжаем наше изучение Торы. Недельная глава Дворим. И опять Всевышний наш в очередной раз возвращает к Иордану. Последняя стоянка. Моше объясняет, как поделить землю на восточном берегу Иордана. Мы знаем, что ее получает колено Рювена, колено Гада и половина колена Минаше. Ну, а куда без левитов? Левиты тоже никуда не делись. Они обязаны тут жить. Потому что здесь живут сыны Израиля. Значит, как три города-убежища на одном берегу Иордана, так и на другом. И города левитов есть и там, и там. Кроме города-убежища всего 48 городов на двух сторонах. Никуда не денешься. И даже мы с вами говорили, что и небольшая часть колена Игуды, 23 города, получила земель Гелиад. Написано, что Махир сын Минаше получает землю. И Ир сын Минаше получает землю. И действительно наши ученые, наш раввин в благосвятой памяти, Мальбим его звали. Он говорит, не думает он, как это дети Минаше, Махир и Ир до сих пор живы. Потому что написано, не осталось ни одного. Интересно, Раши рассказывает за Ейра сына Минаше. Он говорит, что надо смотреть в книгу Деврея Мим. Это третья книга Безмой Торы. Называется Писание. И там есть Деврея Мим 1, вторая глава. И мы читаем, что Хицрон, это сын Переса, будучи 60 лет, взяла одну из дочерей Махира, сына Минаше, она родила ему Сегова. Сегов родил Яира. И было у него 23 города в земле Гелиад. То есть он из потомка Минаше, но по отцовской линии из колена Ягуды получается 23 города в земле Ягуды. Похоже, что они принадлежат также колену Ягуды. Вот так вот. То есть Маше это все объясняет, как поступать, и сыны Израиля должны знать, кто они, откуда они, и они не могут уйти от Торы, невзирая где мы не получили землю. И потом Маше попрекает нас перед смертью, и говорит, как мы себя должны вести. Ну, когда человек говорит перед смертью, то его все слушают. Если бы так говорил, то нет. И вообще это большое искусство объяснять человеку о его неправильных поступках, но чтобы его не обидеть, это очень ограмотно делать. Потому что Раби Тарфон говорит, что если человек говорит о чужих недостатках, то это его же недостатки. Он видит чужих свои недостатки, которые такие же есть у тебя. И поэтому люди слушать особо не будут. Наши мудрецы говорят, что ты должен попрекать своего ближнего. Но кто этот ближний? Кого можно убрек. Да, своему сыну можешь говорить ближайшим родственникам это разрешено. Тоже надо грамотно все делать, чтобы человек правильно это понял. Но если этот человек не твой родственник ближайший и не твой хеврус, с которым ты учишь Тору, ты должен относиться как Огрон. Надо к человеку относиться с любовью. За это любили Огрона. Нашего первого священника первого. если это твой хеврус, человек с которым ты учишь Тору, и вы эту тему уже прошли, изучили, и он знает, что это такое, и как себя довести, и вы уже четко-четко с ним знаете, и он ведет себя вопреки тому, что мы изучили, то тогда да, ты имеешь право ему сказать все, что ты думаешь на эту тему, и даже сказать своему раввину, чтобы он тоже его возненавидел, есть такое тоже мнение, но только касается хеврусы, ни в коем случае другого человека, вот так, это очень серьезное, потому что люди слушать не будут, а человек который уже с тобой прошел эту тему, да, тогда мы обязаны это делать, вот, если тебя просят ближайшие родственники что-то объяснить, да, объясняй как есть, если это другие люди надо смотреть, надо думать, познать кто такой Всевышний нам помогает на выходнице величайший царь Вавилон, он не был простым царем, он был царь, которого было огромное множество царств, как правитель земли почти был, так вот он говорит, что перед Всевышним ничто, мы ничто, он говорит, он говорит так, все что он решает так будет, и и не нам это менять, то есть мы должны полностью подчиняться воле Всевышнего, и он тоже это не сразу понимал, он было такое, что он открыл все свои кладовые для бедных и годых кормил, поил, то есть выполнял хорошие дела, в общем он решил помогать Всевышнему, потом он подумал, чего это я должен помогать, передумал, и перестал людям давать, люди начали, как это, мы пришли, еда там была, все, ничего нет, он говорит, мне надо укреплять свои границы, у меня враги есть, мне это не нужно, и перестал, и тут же Всевышний поставил его на место, он его превратил в животное, в корову, говорят, и он на 7 лет, и он пасся с животными, траву ел, рассудование, помутился, на 7 лет, через 7 лет, он его вернул, и он опять стал на свое место, и стал царем еще более могущественным, и он понял, кто правит миром, так теперь он уже понимал досконально, что здесь есть один Ашем, один судья, и все идет по его воле, он об этом и говорит, и мы знаем, что царь Шлома был самым мудрым и самым богатейшим человеком на земле, и он говорит, все суета, то есть человек знает все, и силу человека, богатства имеющего, то есть невероятное богатство, сокровище, что он не хотел, все у него было, все, буквально все, Всевышний сказал, что он захотел, невзирая на сокровища, невзирая на мудрость невероятную, все, но он говорит, все суета, все тщета, то есть, что, самое главное, он пишет, что бойся Бога и соблюдай его заветы, потому что в этом вся суть человека, вот за эту фразу его включили в тонах мудрецы, то есть настолько важная фраза, невзирая на то, что он на старости лет уже отошел немножко от пути Всевышнего, потому что пока он был молодой, он управлял легко царством, а на старости лет он набрал много жен, Всевышний говорит, что царю нельзя иметь больше 18 жен, он набрал больше, он набрал 700 жен, 30 наложниц, написано, что почему, потому что жены множат колдовство, допустим, он говорит, они ничего не сделают, он действительно был такой мудрый, что в унике жены ничего не повлияли, но когда он состарился, он уже послабел, и жены его начали жить, как хотели, он с какой стороной мир заключал, такую невесту и брал, и они начали строить телопоклонческие храмы, он со них смеялся, он понимал, что это бесполезно, это пустота, тщета, но народ же простой не был такой мудрый, как Шлома, и люди начали приходить в эти храмы, и плохо получилось, и мудрецы сказали, что не надо его включать, и вот три книги, Мишли, это книга притча царя Соломона, и книга называется «Искахелет», когда он в старости написал, и «Песень песней», это невероятная мудрость книга, то есть не хотели включать, но вот за эту фразу, еще раз повторим, бойся Бога и соблюдая его заветы, потому что в этом вся суть человека, мудрецы решили, эти три произведения Шлома вошли в тонах, вот так. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был так за поднятие души моего папы Яков Бен Ахум, моего дяди Владимира Бен Григорий, моего брата Павел Бен Григорий, Хая Малка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, Роза Бат Михаэль, Семен Бат Герш, Память Юрия Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Надежда Бат Йосиф, За здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Паприна Перв, Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Мэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леон Бен Клара, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Мазл Парнаса Асгула, Ирина Батури, Арон Ария Бен Ри, За хороший дух Арон Ария Бен Двойра, Низ Бен Ахум, Авид Аль Бат Сара, Парнаса и Бриют, Владимир Бен Рае, Марина Бат Рае, Борис Бен Мария, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем шаббат, Шалом, Всем легкого поста, До следующих встреч, Надеюсь, Она состоится, Ну, может быть, Емри Шон, Во время поста, В 15.30. Шалом.